Итак, это анализ рынка. Сегодня 3 сентября 2024 года. Время 6 часов 15 минут по Москве. Рыночный фон на сегодня такой. Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в плюсе. По рынку продолжает идти тотальный идиотизм в виде необоснованного падения индекса ММВБ на 3 и аж на 4% каждый день. И мы видим вопрос, а где центральный банк с своими обещаниями о помощи инвесторам? Какая помощь? Запрет шартов в рынке. Это первое. Второе. Перестать армагеддонить о повышении ключевой ставки. Не дать права Заботкину уже говорить о повышении ставки на каждой пресс-конференции центрального банка. Что видите ли, инфляция растет, ключевую ставку нужно драть и планки к повышению ключевой ставки, видите ли, якобы нету. О чем говорил нам Алексей Заботкин буквально ранее. Где все это регулирование? У меня вопрос. Правильно, его нету. Соответственно, доверие к регулятору тает на глазах. Печально. Но моя позиция по рынку прежде. Сходя из того, что я озвучил на недельном обзоре рынка, я ожидаю как минимум отскока нашего рынка в район сопротивления Яма-9, верхней границы нисходящих каналов, диапазон 2690-2710 пунктов. Наш рынок вышел в ультрафазу перепроданности по недельному графику. Это первый момент. Второй момент. Наш рынок сливают в прямом смысле аффилированные западные фонды, которым центральный банк и государство позволяют выйти по текущим ценам. Хотя, если говорить откровенно, то это те самые фонды, которые не успели выйти в 2022 году в свете введения санкций страны Запада на Российскую Федерацию. То есть, они просто не успели выйти и все. И теперь им это возможность дают только по низким ценам в рынке. То есть, они фиксируют тотальные убытки по акции в Российской Федерации, так как они покупали индекс ММВБ, ну и проще говоря, акции Российской Федерации при индексе ММВБ в 2021 и начале 2022 года в районе 3900-4000 пунктов. Ну, проще говоря, они покупали акции Сбербанка, Лукойла, ГМГ, Нурникель, Русала, Пахаям. Это те самые акции Российской Федерации, которые как раз и американцы, европейцы, японцы инвестировали. Ну, собственно говоря, доинвестировались, называется. В общем, повторюсь, я ожидаю отскока ММВБ в районе Яма-9, верхушки нисходящего канала. Что будет на Яма-9, я без понятия. Но сразу переорую тем, что наш рынок сейчас в ультрафазе перепродность по недельному графику. То есть, все. RCI по недельному графику ниже 18 пунктов. И учитывайте, что где-то здесь либо Центральный банк обязан с интервенцией вмешаться. Я не знаю, там шарты запретить. Либо сказать, что вот будем регулировать текущее падение рынка. Либо еще какая-нибудь хрень, которую они обязаны придумать здесь. Потому что биржа была и биржа остается системозначимым центром в экономике страны. Биржа – это перераспределение денег. А компаниям нужны деньги. А деньги нужно брать как? У розничного инвестора, у пенсионного фонда в том числе, у прочих фондов, у венчурных инвесторов и так далее. Поэтому подобны по списку. Чтобы как-то эти компании могли держаться на плаву. Особенно при текущей идиотичной, высокой, денежно-кредитной политике. Когда ключевая ставка задрана просто в космос. Когда ее драть, в принципе, не надо вверх. Вчера я также опубликовал три идеи. Тинков банк, Яковлев, Башнефть обыкновенная. На вчерашний вечер эти акции постепенненько росли. Я сейчас на них по-быстрому перейду, рассмотрю. И потом выйду на обозрение макроэкономики и обозрение индекса ММВБ. Я их опубликовал на нашем телеграм-канале Биржевик Акций, где 70 845 подписчиков. Ссылка на наш телеграм-канал имеется в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канала – пункт про рынок акций. Рекомендую вам подписаться на наш канал. Почему? Потому что торговые идеи, именно перепродных акций, которые впоследствии растут, выходят именно здесь. Как говорится, бесплатно и без смс. В принципе, вот акция Тинков банк, акция Башнефть обычка и акция Яковлев. На самом деле, было много негодования вчера по отношению к этим бумагам в мой адрес, что вот, мол, Михайлович, ты загоняешь народ там в ланги в то время, когда рынок падает. Блин, вот честно скажу, меня это начинает настолько сильно бесить, что народ не понимает одну простую вещь. Что рынок – это алгоритмы. А если алгоритмы дают сигнал на перепродность бумаги, она неизбежно будет отскакивать. То есть, видишь, как получается? Все эти видеоролики, которые я публикую по основам биржевой торговли, по лекциям в нашем клубе трейдеров, всем на это плевать откровенно. Всем пофиг, раз какие вопросы задаются. И меня это, мягко говоря, меня это бесит. И мне от этого неприятно, если честно говорить. Потому что, как бы, мой труд, тем самым, он как бы обесценивается. От этого мне двойне неприятнее. Но, как говорится, что могу, то делаю. Раз всем похую, значит всем похую. Ничего не поделаешь. В общем, Тинькофф Банк сигнализировал я о покупке в 2313 рублей. Башнефть сигнализировал о покупке в 1970 рублей. Яковлев сигнализировал о покупке в 42 рубля за акцию. Вот запоминаем цены. Тинькофф Банк в 2313. Башнефть в 1970. Яковлев 42 рубля. Теперь переходим на технические разделения по этим бумагам сейчас. Что у них сейчас происходит. Значит, Башнефть от уровня сигнала моего начала активно расти. Уже выросла в моменте на 8%. Почему? Потому что бумага А перепродана по индикатору RCI, индикатор MACD, индикатору товарного канала. То есть крупняк. И здесь шорты выкупает. И у нас, я вчера вам говорил на этом тексте, что у нас будет сценарий вот такого отскока. Куда? В район Ямадевят. То есть облако Больжера 2200 и вероятно 2300 на Ямаде. То есть вот так будем отскакивать. Что будет на Ямадевятых, хуев узнает. Я без понятия. Мы сюда придем и что там будет с продавцом и покупателем без понятия. В душе просто ну не чаю, как говорится. Вот поэтому по Башнефти будем расти сегодня дальше в районе облака Больжера. Те, кто позы вчера спекулятивные брал по Башнефти, я вас могу предварительно с прибылью поздравить, потому что у вас профит уже почти 9%. Ждите профит больше. Но в облако Больжера войдете в район там 2200, ну 250-2200, можете в принципе позу как вариант закрывать. Не рекомендация, сразу говорю. Просто мои мысли вслух. Но прибыль, я вам скажу, так фиксировать надо будет. Потому что это спекулятивная идея. Мы к Ямаде это все ближе-ближе-ближе подходим. И нужно будет принимать торговые решения. По акциям компании Яковлев. Здесь мы от шипа отскочили на 5% фактически. Ну аккуратно будем ходить также в облако Больжера. Диапазон 45 рублей за 40 копеек. И еще к Ямаде 9 в ренте 47-48. То есть нас тоже будут аккуратненько сегодня откупать. По Яковлю в район тех урни, что я вам вчера озвучивал. По Тинькофф банку. Ну картина такая же, плюс-минус получается. Жил также откупа в район линии этой красно-пунктирной до Рай-Ватсонта. Линия снового канала. А также в облако Больжера. То есть диапазон 2,300, 2,390 и вполне 2,430. То есть постепенно эти бумажки Яковлю в башне все отскакивают. Я рад тому, что те, кто залоговал прибыль, вам это приносит. По Тинькофф банку тоже все впереди. В общем и целом держите руку на пульсе. И отвечая на вопрос, когда их продавать. Продавать тогда, когда хотите. Когда вам жаба внутри квакает и говорит, что мол, продай, продай, хватит. Все, 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 все. Продаете, прибыль фиксируете и в ебеня уходите. Все, достаточно. Потому что на Ямай 9 вообще хрен знает, что будет. То есть какой там будет покупать, какой будет продавец. А бог его знает. Вот честно скажу вам, господа. Я ловлю охрененно на контртрендах отскоки в рынке. И в нашем клубе трейдеров я много лайфхаков на тему публиковал. И публично говорил много раз на тему этих лайфхаков. Как это делать. Я вам скажу так, что башнефть просто красотка. Яковлев красоткой. Тинькофф сейчас будет тоже красоткой. То есть эти публичные идеи о олицетворении моей реверсной торговли. Понимаете? Вот в этом суть. То есть оно олицетворяет эту контртрендовую торговлю. Она охуенная торговля. Потому что торговать по тренду в стиле, извините меня, как многие клоуны говорят на рынке. Как говорится, цирк уехал, клоуны остались. А эти клоуны новые цирки формируют. Сука. Вот типа здесь шортик, будет только конченный дурак. Откровенно говоря. Почему? Потому что на перепродность открывать шорт, как вот говорят, торгую по тренду. По тренду торговать тоже от алгоритмов. Где можно, например, открыть потенциальный шорт? Можно на Ямаде открыть потенциальный шорт. И то, если вас потом к чертовой матери вверх не вынесут. Понимаете логику? Вот в этом логика, что торговать только по трендам. Ой, по трендам нельзя только торговать. А по алгоритмам надо торговать. На полосах Боллинджера, на Дарай Ватсон, на RCI, на индикатор товарного канала, на Яма-9. Все. Вот так и работает рынок, как я говорил много раз ранее. В общем и целом, по этим трем бумагам вы мои мысли, так или иначе, думаю, поняли. Прибыль по ним надо будет фиксировать уже, может быть, даже сегодня. Далее, немного макроэкономик. Смотрите, нефт марки Юрлс в августе торговал в диапазоне 68 долларов за баррель. В принципе, дисконт на рынке нефти существует. Нефть марки Юрлс по отношению нефти марки Брэнд. Но это не критичный дисконт. Нефть марки Брэнд торгуется в районе 75. Нефть марки Юрлс торговалась также ранее в районе 72. Ну, сейчас немножко откатился на 68. Но, в принципе, торгуемся по околорыночной стоимости. И, собственно говоря, бюджет наш более-менее свертывается на текущих ценовых уровнях по нефти. Как говорится, бабки в определенной степени поступают. Пока вопросов от таковых нету. Так что, в целом, ничего плохого тут нет. Далее, тоже немаловажная новость касательно макроэкономики и ее влияния на российскую экономику. То, что Турция подала заявку на вступление в Брикс. Смотрите, я еще в 23-м году в март публиковал количественные ВВП стран Брикс по отношению к странам Большой Семерки. G7. Количественные ВВП стран Брикс обогнал количественные ВВП стран Большой Семерки. И в чем прикол? В том, что Турция – это довольно крупная региональная экономика. То есть, за счет девальвации лиры Турция берет охватом весь рынок Ближнего Востока. Проще говоря, они поставляют товары по такой дешевке Ближнего Востока странам, что у Ближнего Востока стран просто нет выбора покупки товаров, кроме как покупать его только у Турции. Тем самым свертывается бюджет этого государства. Так что, чем дешевле лиры, тем дешевле товары турецкие. И, соответственно, с этого экономика получает тоже определенную степень дивидендов, назовем их так, то есть прибыль. Хоть имеется там системы значимые риски, у них нету ЗВР, золотовалютных резервов, экономика как такова. Она не диверсифицирована в полной мере. Извечная девальвация лиры также ударяет больно по экономике. Но, как говорится, что имеем, то имеем. Но все эти вопросы, они в принципе решаемы. Но я веду к тому, что экономика БРИКС, по мере вступления новых в нее стран, развивающихся рынков, будет только расти по отношению к экономикам Большой Семерки. Но, проще говоря, экономика Большой Семерки, она будет деградировать. Она в рецессии будет, она будет падать, падать, в то время, когда экономика БРИКС будет просто расти. За счет первых локомотивов экономики это Индия, Китай и затем уже других развивающихся государств. Кстати говоря, тоже немаловажный отчет. Вчера вышел производственный ПМА, то есть деловая активность России в промсекторе за август. Смотрите, 52,1 пункта, ранее было 53,6 пункта. Ранее Росстат фиксировал следующую информацию о том, что активность в промышленном производстве очень сильно сокращается. Сокращается из-за чего? Из-за дорогих денег, из-за жесткой денежно-кредитной политики. Соответственно, сейчас текущая ДКП, она отражается на производственном секторе. И вот то, что балаболит нам Центральный банк, говорит, что, мол, ключевую ставку нужно дальше драть выше, в космос. Ключевая ставка якобы не имеет предела повышения, что якобы инфляция растет, нужно ставку еще выше повышать. Это, извините меня, бред полный, это брехня собачья. Почему? Потому что вот, что ваше повышение ставки, дело сейчас с экономикой. Вот, что с экономикой ваша ставка делала. Вот вам отчет по производственному ПМА за август, который равен 51 пункта. Если ранее производственный сектор, он рос, он галлопирующий, и ВВП рос. Теперь я, как вам ранее говорил еще в мае, что производственный сектор будет падать, ВВП потом будет падать. Сейчас будет падение ВВП еще вдобавок, вал внутреннего продукта. Так что вот сами увидите своими глазами. То есть текущие дорогие деньги, они не сбивают инфляцию. Они просто экономику в бараний рог скручивают. И все. Это большая проблема проводимой вот этой монетарной идиотичной политики. Далее, индекс ММВБ и фьючерс на ММВБ. Вчера на вечерней торговой сессии Мосбиржа падла в район 2525 пунктов. Сразу небольшое примечание. На недельный график. Смотрите, тут просто вообще фиаску от АС. Такая фатально-тотальная перепроданность, которую мы только видели с вами вот здесь, в 22-м году. Мы потом перепроданность с вами видели. В 20-м году, да, в 20-м году. В 17-м году. В 14-м году. В 13-м. В 12-м. Вот твою мать, в 11-м. Охренеть. В 8-м году мы такую перепроданность с вами видели рынка. В 0-м году. В 2001-м году. В 98-м. Ну, проще говоря. Сейчас тоже многие, учащиеся в рынке, говорят, что торгуют по тренду, торгуют по тренду, торгуют по тренду, да. Что, мол, шорти, 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 говорят вам. Я тоже смотрел вчера некоторых публичных блогеров, да. Они такие говорят, что вот, ну, мы публично сейчас будем шортить. Мы сейчас будем открывать шорты. Слушай, там у меня такой вопрос, да. Вот вы публично будете шортить. А что вы раньше не шортили-то, я это не пойму. Ладно я, я не шортист. Я много раз говорил, что я не шорчу рынок. Почему? Потому что я обосрался в свое время на шорте Сбербанка. Теперь у меня фобия к шортам. Абсолютно. Я это по факту говорю. Я это не скрываю. Потому что потерял 35% депозита еще в 2016 году. На этом сраном шорте, этого сраного Сбера. Тогда меня просто рынок, скажем так, накуканил. И мне сказал, что эй, мальчик, шорты не так просто, как ты думал. И все. И теперь я торгую только по реверсу. Только торгую чисто вот по алгоритмам рынка. И черт возьми, получается очень даже хорошо. Но какого черта вы открываете шорты? Какого черта вы загоняете толпу в эти сраные шорты на перепродности рынка по недельному графику? Тогда, когда уже все эти сраные аффилированные западные фонды, они в принципе все, что могли продать, они в принципе уже продали. Все. То есть, если вы думаете, что пик продаж только впереди, нет, пик продаж, он уже все, он здесь. Почему? Потому что мы уже пришли, а, в зону большой поддержки, диапазон 2,500 по ММВБ. И, соответственно, сразу говорю, что я был скептически настроен по отношению к коллекции на 2,500. Хорошо, я признаю. Я был скептически настроен. Как говорится, если кого-то я задел своими неверованиями по точкам на 2,500, я приношу свои извинения. Так, все. Я вот знаю, что я не прав был. Я сейчас эти извинения приношу. Не верил в 2,500. Хорошо. Кто мне говорил, что будет 2,500, вот я вам верю. Все. Вот с вами сейчас я готов сесть за один стол. Налеть по стопочке русской сыворотки правды и бахнуть брадершафтом. Все. Твердо, четко и, главное, искренне. Вы красавчики, кто ждал 2,500. Хорошо. Я, честно, в это не верил. Но я вам скажу так, что моя позиция по рынку прежняя. Я покупаю акции России от 2,900 по ММВБ. Среднесрочный поздно, имеется в виду. Я имею сейчас кэш еще все еще в районе 60% от депозита. Ну, опять же, припаркован у меня где? В рублях, да? И в корпоративных облигациях. В принципе, корпоративных облигаций я по семенке сейчас продаю. Потому что там ранее приходили купоны. Халявные деньги, я их так называю. И, соответственно, эти халявные бабки. Сейчас я их просто перевожу в кэш. И вот смотрю. Думаю, какие бумаги еще можно в российском рынке акции покупать. Но, в принципе, у меня в поле зрения находятся еще те бумаги, которые я сейчас озвучиваю в этом видеоролике. И в процессе снижения этих ценообразований по этим имитентам я их буду приобретать. Поэтому, в принципе, смотрите. Вот клевать на эту дурманку многих пьюди-дудочников, которые говорят, что шорт, а, тут шорт нормально, а, еще повалить сильнее. Я бы лично не стал. Почему? Потому что, во-первых, а еще раз, мы в зоне покупателей находимся, да, это первое. Второе, RCI находится в районе 18 пунктов. То есть, даже если мы вдруг тянемся в район, после отскока по МВБ, там, на 2700, 2720, вдруг тянемся в район куда-нибудь 2400, у нас будет тогда RCI по 15, а то и по 14 пунктов. То есть, это еще жестче перепродность. То есть, сейчас не шортить надо. Сейчас либо, если вы в шортах откупать шорты, и покупать среднесрочные позиции по акциям, либо вообще в рынок не лезть, если вы боитесь. Вот такая истинная последняя станция. Я еще раз говорю, что я человек честный, меня воспитала советская власть честно. А честный, как стеклышко. Прямо вот посмотришь мои глазки, у меня такие глаза нежные, такие глаза добросовестные, как трудяга. Как вы посмотрели на заводчайно, да? И глаза заводчайно. Вот такие же честные, твердые глаза. Человек, который умеет очищать свои слова, как говорится. И вот, отвечая за свои слова, я еще раз говорю, что я покупаю среднесрочные позиции абсолютно. Я вот заявляю об этом, покупаю среднесрочные позиции. И черт возьми, еще раз говорю, что я верю в рост нашего рынка. Это во-первых. Во-вторых, пик продаж мы уже проходим сейчас. Единственное, что вероятность здесь, это локальная паника на рынке. Вот, может быть, какой-нибудь там фитиль нарисуют, да? Так называемый свечной шип, вот типа этого диапазона, типа где-нибудь здесь, вот на этом диапазоне, два там, 4 за 2,5. Типа вот так нарисуют, да? И потом резко вернутся за уровень. И если будет фитиль, свечной шип так называемый, то это дно рынка. Все, это максимальное дно рынка. Манипуляция. И, в принципе, подобная манипуляция, она в рынке у нас может быть, так сказать. Вот давайте перейдем теперь на дневной график. На дневной графике мы находимся в фазе жесткой перепродности. Соответственно, я все равно жду возврат ММФБ в район вот сюда. 2,630, 2,650 и 2,690, 2,710 пунктов. То есть на эти 4 уровня. Вот, постепенно, к бонятюру возвращаться, Тинькофф, Башнефть, Яковлев будут расти. То есть те публичные торговые идеи, которые я вчера презентовал. Они будут так хорошо отскакивать. Поэтому, кто в лонгах по этим бумагам, тут уж сами смотрите. В принципе, можно дожаться повыше цены и повыше добро продать. Ну, или можно сегодня все это добро брать, продавать и прибыль фиксировать. Тут уже на ваше усмотрение. Но, опять же, отскок тут не минуем. Вы обязаны понимать. Почему? Потому что мы реверсно, реверсно, уже в перепроданности. RCI перепроданности, правой полос Бонжер, там Яма-9 отрыв, на зоне покупателей стоим. Многие факторы, индикаторы говорят за то, что нас будут возвращать вот сюда. Так что шортить здесь будет только чокнутый человек, как мне кажется. Вот я бы тут шортить вообще не... Даже если бы у меня были бы яйца титанового сплава, я бы тут шор бы очканул открыть. Будучи обычным смертным, я просто имею позиции от лонга сейчас, которые постепенно тоже растут в рынке. Ну, те публичные, которые я вчера презентовал. Лучше реверсно от лонговать бумагу, чем зашардить и обосраться. Лучше реверсно лонг. Я вот выбираю. Помните, как в фильме «Матрица», когда этот за щекан Нео сидит перед очкариком? Очкарик ему говорит, «Слышь, ты, опарыш, вот тебе синяя таблетка, вот тебе красная таблетка. На, выбирай». И от сидит, там думает, там формулы продумывает, там анализирует и понимает, что, так, вот тут реальность я увидел, тут все херово, плохо. Дай-ка я немножко галлюциноген приму. Говорит Нео. Он примен галлюциноген, он кайфанул, он увидел мир в других тонах. То есть, альтернативу он увидел, понимаете? Вот то, что мы здесь. Сейчас рынок примет тотальный галлюциноген, и что с ним будет? Он отскочит. Все. То есть, шортистам, которые он сейчас предлагает, так, сладкий, ты либо шорти, либо не шорти. Народ берет шорт. Их потом вынесут. Все. Картина простая. Картина просто как предсказуемая. Поэтому желательно, сколько по рынку. Еще раз повторюсь, вот у вас поза есть, Башнев, Яковлев, Тинькофф. Вот там уже решайте. Закрывать вам в лонг, фиксировать прибыль, не фиксировать, смотреть сами. Но прибыль у вас уже есть. Поэтому думайте сейчас. Это были спекулятивные идеи. Далее. Индекс РТС, фьючерс на РТС. Ну, в общем, здесь у меня прежние мысли, прежний взгляд. Честно скажу, так прям очень честно, если говорить, да. Сука, стрёмно. Реально стрёмно. Я вот тоже вчера думал, может быть, как бы лонгануть немножко фьючерс на РТС. Слава Богу, не лонгануть. Почему? Потому что, как такового сигнализма пока здесь нету. Вот у нас вчера образовался еще шип в районе 877 пунктов. 877 пунктов, да. Вот. Шипок мы закроем сегодня, потом по спине на ЯМА 9 будем выходить. 925-930 пунктов. Так что, руку на пульсе по фьючерс на РТС держу, но пока никакие прежневые действия не предпринимаю. Далее юань-рубль. Здесь, в принципе, на 12 рублях стоим. Чего откатывались в районе 1190. Ну, что могу сказать? Сейчас проторгуемся, продрейфуемся и упадем. Все. Как бы здесь, ну, я не знаю. Тут боковик. Тут, понимаешь, тут... Вот меня стоматологи за что не любят? За то, что я вечно говорю, что боковик это хуже, чем инструмент стоматолога. Вот вы не поверите, что я у ней даже стоматолог даже клиентскую базу отбил. Потому что клиенты, когда приходят к стоматологу, как мы сами стоматологи, говорили, что Михалыч кончает, так говорит, мы клиентов из-за тебя теряем. Чуваки, вот я, конечно, при всем уважении к вам к стоматологам, потому что нам нужны врачи, и я ценю врачей как таковых. Но, ребят, честно скажу вам, боковик это реально хуже, чем инструмент стоматолога. Проще зуб быстрее вон, чем в боковике пилиться в этом рыночном. Я серьезно говорю, потому что боковик он вымораживает. Вот, например, когда болит человеку зуб, что происходит? Он его выдергивает. Если не лечь, но выдергивает. А здесь хрен выдернешь. Ты будешь просто как дурак, дрифовать в этом сраном боковике и торговаться. Понимаешь, как сопля в проруби. Вот как сопля, она будет, вот она будет падать. Вот в район 1,60. Так что, господи, валютный рынок превратился в помойку. Вот к чему я клоню. Далее, нефмарки бренд. Здесь мои мысли максимально прежние. Исходя из недельного обзора рынка, я вам скажу так, что жду 75, да, тут я готов лонгануть, и потом где-нибудь на районе 7,80, где-то ее лонгод продать на фьючерс по нефти. фринс, смотрите, пока я торопиться не вижу смысла, если честно. Ну вот, уровень стоит, уровень торгуется. Ну, пробейте уровень, дальше посмотрю. Вот, я не забегаю просто наперед, просто какой-то конкретный уровень, где я бы готов был лонгануть. Вот тут лонгануть я не готов. Далее, природный газ. Цена торгуется в кляну. Цена из кляна выходит вниз аккуратно. Ну, к чему я все клоню? К тому, что я газом сейчас не торгую. Как говорится, некоторые под газом сидят, но я под газом не сижу. То есть, я его не торгую. Вот. Тут мои цели пониже, в районе 2,10, 2,05, закрытие ГЭП, вплоть до 1,90. Поэтому, пока ГЭП не закроется, это экспирационный, я лезть газ не собираюсь. Ну, это просто не комильфо, это опасно. То есть, лонговать его здесь, это неправильнее, я считаю. Все равно, ЯМА-200 пробим, и потом вниз мы вылетим от работы не считающих уровней. Далее, индекс бакса, DXY. Ну, это долларовая срань, она продолжает расти. В принципе, у нас цели на ЯМА-9 остаются, это 123 пункта, плюс-минус. Но вот на факторе, у нас золотишко, серебришко, оно покорректируется еще. Кстати говоря, вот по поводу золота и серебра, смотрите, момент. Сейчас говорят, якобы, что по золоту и по серебру имеется некий пузырь. Вот, да, 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 пузырь, пузырь, пузырь. Но извините меня, пузырь, пузырь у каждого свой. Как говорится, у обычного человека пузырь имеет немножко другое проявление понятия. Как говорится, пузырь бахнешь, и весь день в довольном настроении ходишь. Может быть, у них этот пузырь, у тех трейдеров, у которых есть пузырь. Может быть, у них просто пузырь бахнули, и они теперь под кайфом ходят. Но я вам скажу так, никакой здесь пузыря нету, здесь есть клин. Просто клин. Здесь есть просто большой ценовой клин. И в чем прикол? В том, что этот клин, вот если вы посмотрите, имеет дивергенцию по недельному графику по золоту. То есть тут как бы это раздача. Плюс идет падение объемов на покупку. Плюс по индикатору товарный канал тоже перегрев имеется, дивер. Ну, в общем, это все коррекционные паттерны. И, соответственно, пока инезбаксы будут расти, у нас что будет происходить на рынке Драгмита? Он будет локальнее снижаться. У нас, в принципе, снижение по золоту в район 2.350 на шип, да? Ну, и может быть даже 2.300. Но куда-то глубоко, глубоко, это она смотрит уже по ситуации. Но я жду снижения вот в этот диапазон, вот, да? Где он проходит. Крупный репер на эти ценовые поддержки. Куда-то ниже, это уже как-то мне не уверен. Куда-то ниже. По серебру та же самая картина примерно. Идем вот сюда на 26. Ну, 20. Если будет точно 25-26, то есть вот сюда прям. Потому что у нас дивер есть. Объем на продажу растущий. Дивер на сси-индикаторе тоже есть. Так что, в принципе, здесь надо еще попадать. По плате, по палате, такая же картина. Будем аккуратненько снижаться. В общем, что я вам скажу. Верьте, во что хотите верить. Я было дело спорил с теми людьми, которые видят, что земля плоская. Я им доказал, что она круглая. Хотя они потом меня, суки, пытались доказать, что земля все-таки плоская. Сука, главное, в чем прикол? Их аргументы, сука, крепкие аргументы на еще темы плоской земли. Я вам серьезно говорю. Когда я срался с этими плоскоземельцами, а такие аргументы железобетонные, блядь, это такая вера у них. Даже я потом начал задумываться этим, сука, а не плоская ли земля реально? Потом уже думаю, бля, письмо в Роскосмос писать, говорить, мол, типа, я там, Михайлович, хочу полететь с вами на МКС. Отправьте меня туда, я хочу на землю со стороны посмотреть. Но, как говорится, мои убеждения были убежденнее, чем убеждения тех плоскоземельцев. Я просто говорю, что к чему своими этими изречениями? Тем, что сейчас рынок такой же, такой плоскоземельный, что, мол, вот есть вера в отскок рынка, есть вера в разворот рынка, есть вера в крах рынка. Вот, занимайте позицию сейчас, сейчас самое время занимать позицию. Я свою позу занял, то есть, я покупаю аккуратно среднесрочную позу, да, у меня кэш еще валом, куры не клюют, но, опять же, этот кэш я в полной мере не вбухиваю сейчас в рынок. Боюсь, честно, очкую. Почему? Потому что, если въебать весь кэш в рынок, то можно нехиленно обосраться. Хотя, признаюсь честно, у меня и без того, как бы я месяцем ранее у меня была доходность портфеля 29,7% годовых, почти 30%. У меня сейчас, сука, 19% годовых по среднесрочному портфелю этого ебаного падения рынка. И, вот вы не представляете, как у меня сейчас душит жаба. Просто, так душит жаба. Я вот смотрю и понимаю, что, где же этот, блядь, центральный банк, где их регулирование, где их поддержка розничного инвестора, то есть, где это все, где их обещание, вы хотите, шарты, отмените, чтобы падения не было, и все будет нормально. Поэтому, Тиньков, Яковлев и Башнефть порастут. Прибыль у вас есть, слава тебе, Господи. Думайте. Закрывать вам в прибыль, не закрывать, сами решайте. Я сегодня еще раз отмашку на нашем телеграм-канале по акциям вам озвучу. Вот здесь. Также озвучу отмашку в контакт-группе, Яндексен и в Рутюб-канале, в том числе, по этим трем акциям. В общем и целом, думайте, решайте. Прибыль есть, как говорится, фиксируйте. Помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время грамотно-стратегия наши главные союзники. На этом все. Всего вам доброго, железобетонного терпения, удачи вам торгов и до свидания.